И все же мы понимаем, ковид-19 с нами еще надолго. Об этом говорят эпидемиологи всего мира. Как минимум до момента, когда будет создана и запущена в массовое производство вакцина. На это нужно время. А это значит, что все ограничения в ближайшее время сняты не будут. С другой стороны, сейчас, когда мы отмечаем 75-летие победы над фашизмом, вспоминаем все те ужасы, что пережила наша страна. То что такое тяготы самоизоляции 21 века в глазах узников нацистских концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, фронтовиков, что месяцами сжались в окопах и лютой зимой, и в летнее пекло. Затем, как Россия справляется с эпидемией коронавируса, следит Елена Ерофеева. Здесь проводили выставки и важные конференции, когда нужно было подчеркнуть масштаб. Теперь на плане временного госпиталя в масштабе 1 к 200 расположение больничных коек. Выставочный павильон рассчитали на 1800 пациентов. Разместить здесь больных – искусство, поставить на ноги – мастерство. 12 мая строительный шум затихнет, начнут работать кардиомониторы. Сюда привезут первых пациентов с COVID-19. Не только Москва, вся Россия готовит больничные резервы. Ленэкспо в Санкт-Петербурге пациентов уже принимает. В Екатеринбург Экспо монтирует 50 реанимационных модулей. В Туле временные госпитали разместят на манеже стадиона «Арсенал». Ледовые дворцы, торговые центры, гостиницы – это не тыл, передовая борьбы с коронавирусом. Что мы видим сегодня? У нас плюс 10, плюс 11 тысяч по России прирост заболеваемости COVID-19. Открывается новая больница, и она очень быстро заполняется пациентами. Насколько быстро? Мы открылись около месяца назад. За полтора дня 300 больных. Сегодня у нас 2000 койек в университетских клиниках. Все они заполнены. Нам нужны новые койки. Конференц-зал университетской клиники – последний рубеж перед выходом в красную зону. Врачи облачаются в жаркие комбинезоны вместо бахил – резиновые сапоги. Под скрипт царапающего маркера медсестры тихо произносят имена. Что пишем? Сезанна, медсестра, 11-е отделение. За окном больницы распустились каштаны. Зарождается новая жизнь, пока в реанимации идет борьба со смертью. Под монотонную ноту кардиомониторов невидимый вирус разрушает жизни людей. Поражение легких стоит на первом месте. Пневмония, острая с петономной дистанции, синдром. Может быть поражение сердца, может быть поражение почек. Молодежь почему-то не верит в это. Почему-то все думают, что они абсолютно бессмертны, что они будут жить всегда, вечно, и что их ничего не касается. Это не так. Вот самый молодой пациент, который ушел из жизни? 32 года. Здесь у нас. На этом видео молодой травматолог Евгений Концевой пьет чай с коллегами. Ему 26. Вся жизнь впереди. Женя, стрелили воробей и тертый калач. В начале апреля к нему на прием пришел пациент со сломанной ногой. О том, что у больного подтвержденный ковид, доктор не знал. Через несколько дней Евгений слег. Терапевт прописала сидеть дома. Я ему там продукты возила, под дверью оставляла, и смотрела. И он уже задыхался. Я, конечно, виновата. Надо было стучать на все колокола, проситься. А он говорил, мама, ты знаешь, там какая сейчас ситуация? Там люди болеют. А я молодой, здоровый. А ребенка нет. Ну его, знаете. В подмосковном Воскресенске это чувство опасности словно притупилось. На улицах города полно людей. Может быть, надо бояться, но не боюсь. Я вашу мастер. Иди отсюда. Вы не боитесь заболеть? Отвали от меня. А в это время во дворе районной больницы тихо прощаются с медицинской сестрой. Отпевания не будет, запрещено. Последний путь Ирину Отрадную провожают коллеги. Пятигорск хотели ехать. Она все горы, горы. Хочу на горы, хочу на Эльбрус. Просто. Нет слов. И ничего нельзя исправить. Мне в жизни пришлось пройти очень многое. Но никогда мне не было так страшно и жутко, как сейчас. Поверьте, настолько это тяжело. Хранить своих сотрудников. Ей было 40 с небольшим. В приемном толкались скорые, привозившие по 8 пациентов в час. Медсестра на усталость не жаловалась. Вот только очки на переносицу сильно давили. Третьего вечера меня госпитализировали, а в 6 утра 5 числа она уже умерла. Девятый бокс. Здесь лежала Ирина Отрадная. Сколько раз она заходила в этот бокс, ставила капельницы, делала уколы, улыбалась сквозь запотевшие очки. Как ваше самочувствие? Легче стало? Да. Среди врачей Ирина заболела одной из последних, когда больница уже была на карантине. Врачи стараются изо всех сил. Уже многое пройдено. Отважившись на эксперименты, получили долгожданный результат. С этим вирусом можно бороться. Переливание плазмы от выздоровевших заболевшим теперь делают не только в Москве. В Санкт-Петербурге уже смело применяют этот метод. Нам просто повезло. А те люди, которые переживают, это тяжело. Но мы надеемся, что при помощи нас будет как-то легче и будет возможность спасти их человеческие жизни. В 33-й больнице Нижнего Новгорода, где только на этой неделе открыли ковид-центр, врачи из красной зоны выходят на прямую связь. Получить консультацию из любой точки России доктор может, стоя у постели больного. Добрый день, Павел Сергеевич. Слушаю вас внимательно. Мужчина, 58 лет. Пневмония с поражением легких больше 50%. И сопутствующий патологии сахарный диабет. Поражено больше 50%. В Нижегородской области 7 населенных пунктов в изоляции. Там выявлены локальные очаги заражения. Консультировать местных врачей тоже будут с помощью телемедицины. Везут пациентов из других ковидных госпиталей, сложных, тяжелых. Вот прислали из одного районного центра больную на реанимобиле с аппаратом искусственной вентиляции легких. В реанимации у каждой кровати аппарат ЭВЛ. Это не метод лечения, способ выживания. На ЭВЛах, то есть на аппаратах искусственной вентиляции легких, сейчас вся Россия, если не в прямом медицинском смысле, то в переносном психологическом точно. Вы сами попробуйте два месяца отсидеть дома, не выходя на улицу. И мы посмотрим, в каком состоянии вы будете. Но с другой стороны, если ты выйдешь на улицу, то с высокой степенью вероятности ты подхватишь вирус. Вот и выбирай, что тебе нравится дороже. Заболеть вирусом или сойти с ума дома. Ну еще, если ты выйдешь на улицу, конечно, могут полицейские докопаться. И в связи с этим все погрустнели. Все загрустнели. На улицу по-прежнему нельзя. Даже несмотря на заявление президента о прекращении нерабочих дней, но Собянин и другие главы регионов России решили пока не смягчать ограничения, а кое-где даже еще ужесточить. Это были самые грустные майские праздники в моей жизни. Это была самая... Ну, она еще продолжается. Это была самая грустная весна. Я в эти самые майские дни, имеется в виду, конечно, с 1 по 9 мая, планировал поехать в горы. Пойти в горы. Горы у меня неподалеку, относительно неподалеку, конечно же. Но и там лесоохрана. Но и там блокпосты ДПС, которые не пускают меня туда. Такую весну не пожелаешь никому, даже врагу. Эти майские праздники. Россия обновила рекорд по заболевшим от коронавируса людям. Но неужели и правда эту эпидемию коронавируса связывают с войной 1945-1941-1945 годов? И бравируют тем, что смотрите, ага, ведь от коронавируса пока еще не так много сдохли народу, как великий отечественный. Но лихая беда начала. А для меня цена каждой человеческой жизни важнее, в отличие от пропагандистов. Здравствуйте, мы начинаем антикоронавирусные вести недели. И с вами я, привитый от всех болезней, антикиселев, который нагло влезает в эфир пропагандистов у всех мастей. У нас в течение политики уже не осталось в классическом понимании. Да, что-то чудит Трамп. Да, он там обвиняет Китай. Да, Китай обвиняет Трампа. Но людей-то волнует другое. Что волнует людей? Ну, конечно же, коронавирус и самоизоляция. И вот об этом мы сегодня и поговорим. Так или косвенно. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по смягчению изоляции ограничений. Правда, когда будут сняты все эти ограничения, пока не ясно. Но уже есть победные реакции на эту тему. И что мы будем делать, когда эпидемия пойдет на спад. Мне вот интересно. Я прекрасно понимаю, что Роспотребнадзор разработал план по выходу из карантина. Потому что это велел наш царь Владыка Владимир Владимирович Путин. Но все-таки так когда же эпидемия пойдет на спад в России непонятно. А пока что, как я уже говорил, за майские праздники было зафиксировано максимальное число зараженных лиц, граждан России за день. Это число превысило 11 тысяч человек. Что позволило Собянину продлить карантин аж до лета. Все, никакой весны вам блядям. Никакой весны. И до начала лета. А также обязать москвичей носить маски. Не говоря уж про QR-коды. Загадочное словосуществование для московских, да и не только пенсионеров. А сейчас и вообще обязательное ношение перчаток вводится. Но план есть план. И он включает в себя три этапа выхода из карантина. На первом этапе будут разрешены прогулки и занятия спорта на улице. Также в основном это работают предприятия непродовольственной сферы обслуживания. Которые и так работают сейчас. Правда, покольно, нелегально и втридорого. Также, наконец-то, на первом этапе по пути выхода из карантина должны открыться вузы, школы, техникумы. А то учителя уже стонут. Им это онлайн-дистанционное обучение не в радость. На втором этапе по снятию режима самоограничений должны открыться предприятия в большой площади. Ну, то есть, рестораны, бары, кафе и так далее. Заводы. Ведь... Заводы ведь сейчас работают. Эх, как... Давно, месяца два, три, я не был в ресторане. Это же высший шик прогуляться по центру любимого города. И зайти в ресторан. Пусть даже это будет скромненький ресторан быстрого питания по типу Макдональдса. И это все равно приятно. Такие вот, казалось бы, приятные мелочи жизни очень хороши. Но нет, все запретили. А работа на вынос это не совсем то, что нужно каждому россиянину и гражданину. Но все запретили. Ничего не разрешили. А у меня еще дома с родственниками настоящая война за территорию, за уклад жизни, за взгляды. Так что, куда ни кинь, повсюду клинь. И, конечно же, число суицидов у россиян резко возросло. Россияне уже не хотят жить, откровенно говоря. Ну, а что жить? Простые мелочи жизни оказались под запретом. На улицу войти нельзя. Ну, и повесились, в общем. Но, к счастью, не у меня пока. Не у меня в семье. Весь... Но вынимемся к плану, который озвучил Росплат Тимнадзор. Вести... Получилось не вести какая-то... Да. Получилось... Какая-то не весна. Какая-то прям осень, по мере ощущения. Безрадостная какая-то весна. И на третьем этапе Росплат Тимнадзор должен снять ограничения людей старше 65 лет. И которые с хроническими заболеваниями. А то наши бабульки и дедульки уже вестились дома. Им надо выйти погулять. А им это не дает это сделать нагло. Росплат Тимнадзор и полиция! Откровенно... Ебнутая милиция. Однако, не будем забывать, что это всего лишь планы. А как оно будет, на самом деле, пока не знает никто. При этом, даже когда будет задействован третий этап, все равно граждане обязаны будут ходить в масках и соблюдать социальную дистанцию полтора метра. А как это будет происходить, например, в общественном транспорте, пока не упоминается. То есть, вы представляете себе, час пик, подходит, допустим, автобус, туда забивается народ, и давка, естественно. И о каком соблюдении дистанции в полтора метра может идти речь? Получается, что за это могут еще и оштрафовать задавку, которую ты не создавал, но которая есть. Тут не то, что дачный сезон с набитыми дачниками, рейсами, автобусами стартовал, которых по себе место отменяют дачные автобусы, а уже подходит к началу купально-загоральный или пляжный сезон. Вот, например, у меня в Сомаре, несмотря на самоизоляцию, несмотря на патрулементов, кто-то неравнодушные граждане уже открыли пляжный дачный сезон, и на майские праздники, когда стояла 25-ти градусная жара, уже успели искупаться. И что власти, если карантин сохранится, будут и нырязчиков останавливать? Что за хрень, как говорит молодежь, в таких ситуациях творится? Куда более интересно другое? Как будет вводить действие три этих этапа? По специальному уравнению коэффициент распространения инфекции плюс количество свободных мест в больницах и охват тестирования. И заметить, что нам не дают статистику количества... Сюда дают дают статистику количества зараженных, но не дают статистику количества свободных коечных мест в больницах. Интересно, почему? Реально, потому что данные не совпадают. Скорее всего, они подкрученные. А так ли это... А пока что звучит профанация и бравада. от Роспотребнадзора, что мы эти смягчительные меры введем. Ну что ж. Удачи им на этом поприще. Собянин продлил самоизоляцию. Чукотка продлила самоизоляцию. Петербург продлил самоизоляцию. В общем, пока продлевают самоизоляцию и непонятно, когда все три этапа будут введены в действие. Лучше бы заботились не о трех этапах, а о том, чтобы побороть инфекцию. Беглов продлил ограничения до 31 мая. Как раз о Петербурге будем говорить. И обязал петербуржцев носить маски. Из-за не могу кламур так и прет. Беглов да. И обязал носить маски и перчатки власти Петербурга продлили запреты и ограничения соответствующие постановления губернатора Беглова опубликованы вечером 9 мая на сайте Санкт-Петербурга. Ну что ж. Как и подобает таким там фашистским мразям и нечистям запреты на прогулки и посещение злачных мест ну то есть ресторанов они продлевают эти самые фашистские мрази в святой для каждого россиянина день 9 мая. Ну что ж. Питерцы дома да и еще в своих парадных будете тухнуть еще целый месяц. Это в принципе не новость. После продления режима самоизоляции в Москве стало понятно что и в Питере продлят домашний арест для горожан и гостей с юрной столицы. Но тут интересно другое что Беглов и его коллега обманули вдогло петербуржцев сказав что снимут карантин после майских праздников а тут не только не сняли так еще и ужесточили меры кушайте петербуржцы дерьмо губернатора Беглова не обляпайтесь и человек в Питере убрет скорее всего не от коронавируса и не только в Питере а от сидения дома 24 часа 7 дней в неделю поводом изоляционных мед Беглова послужило то что власти Санкт-Петербурга оказывается деконтролируют в городе санитарно-эпидемиологическую обстановку хотя обрабатывают остановку простите за кламбур значит выкидывают деньги на это все на все то есть на обработку местности но поэтому в Питере все равно продолжается прирост число заболевших коронавирусом губернатор Беглов абсолютно брехло с усами которые ненавидят все в городе но он тоже ненавидит горожан принимая к ним самые жесткие иезуитские меры это второй по жесткости губернатор после которого там в Течне была война а в Питере что а в Питере инфекция с которой не могут справиться власти но сами уже эти власти объявят вы там горожан все как всегда или ты или тебя якобы самый низкий уровень самоизоляции поэтому продлевает карантин заявляют о власти Садпетербурга а хитрожопый беглов как если он сбежит жителей Петербурга будут вешать на фонарном столбе с таким вот решением как подлиния режима самоизоляции и полной тотальной деградации ума в Петербурге потому что еще раз люди в четырех стенах сходят просто с ума в массовом порядке в чем уже заключается деградация в Питере а в том что Брехут беглов еще на месяц продлевая ограничения для горожан но при этом позволив не закрываться и работать строительным компаниям где работают ну понятно кто Гастайбайтеры то есть узбеки или киргизы вместе с таджиками могут свободно гулять ходить по Петербургу а коренное население Петербурга нет Гастайбайтеров никто не проверял не то что там на коронавирус а даже на ОСПУ они не соблюдают меры по санитарии но при этом им можно гулять по городу работая совершенно официально или даже неофициально а простым петербургцам нельзя позор губернатору Беглову чтобы усы в него отвалились где в этом во всем логика а логика то как раз то и нету питерские дружки и охранники как в случае с Путина и охранники как в случае с Бегловым продолжают ограничивать в правах граждан сегодня на улицу выходить нельзя а завтра не будет нельзя выходить на балкон запретят это просто нонсенс но как бы я не поносил власть Санкт-Петербурга статистика действительно выглядит в Питере ужасно 500 заболевших в день фиксируются из них только 50 выздоравливают остальных свозят на кладбище но запретительным мерам ситуацию не исправишь естественно Беглов смотрит на эту статистику и видит нов и вводит новые ограничительные меры не понимая простого факта что эта статистика но если и не ложь то от вируса она точно не поможет помогает от вируса как раз пешие прогулки по городу которые нынче сейчас запрещены так закаливается организм но куда там до понимания проблем петербуржцев властям Петербурга то есть Смольному им бы лишь бы все ужесточить и продавать баски в метро без них в Питере почему-то даже врачи гибнут от этого самого коронавируса и как итог Питер Питер полностью заражен коронавирусом да вот что от вас власти скрывают и самое время эвакуироваться например на Алтай или на Чукутку Питер в опасности но надеюсь по делу бегло этому усатому тараканища достанется ну что ж у меня очередная приятная в кавычках новость но сначала заявление президента РФ Пульсина сделанное и 10 мая о том что Россия настолько суверенна и независима что ни один враг не может к нам проникнуть и совершить у нас диверсию сразу скажу что это он сказал по другому но по смыслу сказанного я ничего не исказил и вот наступает 11 мая 2020 года и Россия выходит на третье а сейчас вышло на второе место в мире по числу заболевших коронавирусом а это означает что враг не только проникал Россию но и за успехом заболевском применил в нашей стране биологическое оружие и устроил диверсию и тут не важно кто это враг Китая или США или или как у Михалкова Билл Гиттс который вознамеривался всех чипировать важно что враг это сделал сумел и Россия оказалась абсолютно тотально беззащитна перед ну де-факто биотерроризмом а это означает что вопреки заявлениям Путина Россия не то что потеряла суверенитет но и была вынуждена обратиться за помощью к Китаю в борьбе с коронавирусом то есть все уже заикают то есть у нас чиновники уже заикаются не о суверенитете России чиновники рангом пониже чем Путин не о суверенитете независимости России а о том кто бы нам помог по борьбе с коронавирусом видите Россия и мы к этому переходим вышла на второе тут написано что третий но уже на второе на второе место по числу заболевших коронавирусом и в пору кричать помогите А не заикаться про суверенитет, который Россия потеряла в коронавирусной войне с врагом. Ну и в плане технологии Россия тоже потеряла суверенитет. И какой может быть суверенитет, когда наша медицина сейчас на третьем месте по уровню... На втором, да. По уровню бесполезности в мире. На первом, кстати говоря, американская медицина. Всё. Хватит про суверенитет. Теперь непосредственно к теме. Итак, за последние сутки, имея в виду на 10 мая, было выявлено 11,5 тысяч заболевших за день. И это всероссийский рекорд. Общее число заболевших достигло в России 200 тысяч человек. Россия обновила Италию, где так успешно действовали войска химзащиты. И почему-то этих войск нет на улицах наших городов. Ну и в результате Россия по числу заболевших даже обогнала Британию. Казалось бы, остров, который отделён от всей Европы. Но нет. И там вирус. Но тем не менее, всё-таки Россия даже Британию обогнала. Причём разница России и Испании, которая занимала второе место, второе место минимально. То есть Россия ещё может обогнать Испанию по числу заболевших. Вы видите сейчас статистику. Уже вот Россия на втором месте. На втором месте. Мы все погибнем скоро от вируса. Это произойдёт с дня на день, если уже это не произошло. Да, это не произошло. Но как же это подходит, эта фраза? Конечно, всё можно свалить на власть. Ну и сами люди хороши. Очень много людей нарушают режим самоизоляции в Краснодарском крае, в Ставрополе, Приморье и Дагестане. Это данные МВД и РФ. И даже я сам вынужден нарушать самоизоляцию. Выходить без пропуска, без QR-кода на улицу, без перчаток и без масок. Без этого никуда. Но что же такое нарушение в массовом порядке режима самоизоляции? Это создательное неподчинение требований властей, а значит де-факто бунт. Пусть и не такой бунт, который мы все привыкли видеть при слове бунт. Имеется в виду погромы. Но ситуация тяжёлая. С одной стороны коронавирус продолжает успешно наступать до горла России. А с другой стороны уже происходит массовое неподчинение гражданам законов Российской Федерации. Сразу в четырёх субъектах России. Люди просто устали дома находиться. Их всё равно наглые менты и чекисты штрафуют и штрафуют. Штрафуют и штрафуют. Фраза хлёсткая, но вот такой жопы в России не было ещё никогда. Когда люди устали дома сидеть на карантине. И они плюют властям в лицо, выходя на улицу. И из-за этого Россия в том числе вышла на второе место по коронавирусу. И ничего сделать с этим нельзя. Но не расстраивайтесь. И не распространяйтесь. Но не расстраивайтесь всё-таки. Люди, которые вышли подышать свежим... Но не расстреливать же... Вот, но не расстреливать же людей, которые вышли подышать свежим воздухом. Помните, хотя помните, да, как либералы кричали нам об военной угрозе из Китая. И как наши потребители заявляли, ну что, да ну нет. На Китай выведен Россия, а Россия Китай. Потом Путин повез чиновников правительства в Китай. Потом туда поехали бизнесмены. Для которых Путин и западные рынки после 2014 года были закрыты. И все перезражались этим самым коронавирусом. Вот, если бы не Крым, то, возможно, бы Россия не вышла на второе место по уровню заболевших коронавирусом. И опять захват Крыма виноват в бедах России. Так что надо вернуть Украине. И вирус потихоньку... Крым и вирус потихоньку будет слабеть. Китай с Россией начали активно торговать. А потом Китай взял и применил биооружие против России. И никакой распотребнадзор с пистолетами, измеряющими температуру, не смог остановить распространение вражеских бактерий по территории Российской Федерации. Либералы оказались правы, патриоты, как всегда, нет. Сейчас Китай добьет вирусом людей в Приморье. И уже ничего захватывать Китаю не придется. Будет вышедшая земля. А у китайцев будет иммунитет к коронавирусу. И китайцы спокойно могут заселить Приморье своими людьми. В то время, как жители Приморье того от коронавируса погибнут. А? А я же говорил, что не надо с Китаем вась-вась. Что не надо с Китаем вась-вась. А тут вот оно. Че, заболели? Заболел даже пресс-секретарь президента Песко? Уж казалось бы, да? Так что, все. Решительно кирдык всем и вся. Вот такие вот майские губительные праздники оказались для России. Что Россия вышла на второе место. Да, шашлычные, что называется. Да, изгалялись. Но не все еще умерли от коронавируса. И помимо коронавируса есть толпы разгневанных матерей в регионах. Разгневанная мать решение Путина о выплатах детям жутко несправедливо. Напомню, что он ранее президент Российской Федерации подписал указ о выплатах детям с детьми от 3 до 16 лет. Но детство это не заканчивается в России в 60 лет. Оно заканчивается по законодательству в 18 лет, а биологически в 21 год. И вот читательница МК Ру пишет о своей нелегкой судьбе в связи с указом Путина. Ее дочь ей 17 лет. Она заканчивает 10 класс. Она не работает ищетивенка. Сидит на шее мамы. Ее отец находится в неоплаченном отпуске на карантине. И все из-за этой пандемии. И поэтому семья лишилась алиментов. Читательница МК Ру задается вопросом. Почему Путин помогает теми детьми от 3 до 15 лет, но не помогает теми детьми от 16 до 18 лет? И есть в этом своя свирепая логика. Дело в том, что подростки от 16 до 18 лет крайне критично относятся к власти. Причем не обязательно к высшей власти Путину, а просто к власти. Могут нахамить запросто ОМОНовцу или побить директора школы. И исходя из этого, Путин считает, что таким вот подвозкам и их семьям не нужно помогать. А надо на них наоборот наживаться, пахать. Принуждая платить налоги чуть ли не из 14 летнего возраста, отбирая у подростка в прямом смысле хлеб. Это довольно подло, но в этом есть логика. Подростки хотят кушать, хотят одеваться и получать лекарства. А им от государства хрен на постном масле. Дальше возмущенная мамаша пишет в редакцию московского комсомолица, что она была тем самым средним классом, который никогда не висел камнем на шее государства, но из-за карантина была вынуждена обратиться за социальными выплатами. А им сказали шиш на постном масле. Путин однозначно сделал выбор в пользу крупного бизнеса за счет мелкого и среднего. И карантин это доказал. У этой разгневанной мамаши открылись вдруг глаза, что наше государство никакое не социальное, а капиталистическое, подлое, чекистское и маразматическое. На 16-18-летних можно было потратить 2 миллиона рублей всего по стране. Но жадные кремлевские боссы воры триллионы рублей из бюджета, даже из-за каких-то 2 миллионов людей, миллионов рублей удавятся. И это факт. И один из критериев того, что 16-18-летние поддерживают Навального, и поэтому как раз Путина и не платят пособия. А Путина называют худлом за это 16-18-летние подростки. А ведь эта разгневанная мамаша, она еще раз не нуждалась в помощи от государства. Она пахала, как раб на галерах, при этом находясь в больнице с коронавирусом и температурой. Но на нее все наплевали, все и вся. И она единственный кормилиц в семье и государство, и плюнуло в душу. И она потеряла работу, работая на удаленке в больнице. Ну, не в больнице, в смысле она работает, а была в больнице, и там через ноутбук она работала, понятно, да. И все-таки она потеряла работу, потому что, естественно, все рестораны, бары закрыты, нечего платить работникам. Вот он коронавирус, вот она грябанная самоизоляция. Ей не вернут налоговый вычет в то время, как самозанятых смягчили часть налогов, вычтили часть налогов. И разгневанную мамашу зовут Елена. Ну что ж, я думаю, она уже выздоровела от коронавируса, но, как я уже говорил, потеряла работу. Я думаю, что она возьмет дочь, и всей семьей вступит в какую-нибудь запрещенную террористическую организацию по типу ИГИЛ. Ну а что? А потом мы еще удивляемся, почему так много сторонников террористических организаций в России. Вот поэтому-то как раз, потому что власть не поддерживает семей с детьми, которым 16 лет, и они массово вступают в ИГИЛ. Ну вот Елена тоже решила вступать, бороться с этой несправедливостью, и вступает в террористическую организацию. Есть другая, разгневанная на Путина мамаша, 45-летняя Ирина. Она пишет в редакцию московского консомольца, что у нее сын-студент, лошкик, первый курс, надо кормить, а чем? Нечем. Дистанционная учеба – это профанация. Задают много, объясняют мало, зато услуги репетитора поднялись на треть. У детей скоро ИГ. Хред его сдает, когда он пройдет, то точно всех. И кто не сдал. А таких будет большинство, потому что все якобы учились, на самом деле, торчали дома до самоизоляции. Так вот, их сгодят, они, естественно, не задают ИГИЛ, их сгодят в казармы Министерства обороны. В смысле, в армию. Из-за как раз невыученных уроков, но невыученных не по вине школьников и студентов, а по вине режима самоизоляции. у нас пусть и онлайн, у нас уже сейчас начинается онлайн марш разгневанных матерей. А теперь все эти пособия, хилые пособия, которые дает Путин, там, детям от 3 до 16 лет, со мной это США, где семьи из 3 человек получают 5 тысяч долларов на 16-18 летних сыновей и дочерей, плюс пособия по безработице, плюс карточки на еду, благодаря которым можно бесплатно отовариться в местном магазине и купить, например, купить, то есть не купить именно что, а обменять карточки на какие-нибудь макароны. А у нас про пособия, про такие пособия на еду молчат. Вообще! Россия единственная страна из большой двадцатки, которая не раз не давала деньги своим гражданам целый месяц, и тут наконец-таки решила раздать по 10 тысяч рублей, а это 135 долларов, или наоборот, 5 тысяч долларов. В США раздают населению это 738 тысяч рублей, то есть США раздают 738 тысяч рублей. А у нас раздают 10 тысяч. А сравните, сравните это. А потом Соловьев критикует какую-то злобину. В программе «Вечер жиду». Да не критиковать надо. А надо взять председатель, что там в США 738 тысяч рублей получают все, кто столкнулись с этой напастью пандемии. У тех, у кого прогорел бизнес. А у нас только по 10 тысяч, и то с семьей. А что делать в таком случае одиноким людям, а вешаться опять? Так что время разжигать ненависть в России, конечно же, и время раздневным матерям идти на Кремль, нарушая режим самоизоляции и требовать жесткость власти каждую копеечку. Мы продолжаем вести пандемии. И на один раз поговорим не столько о вирусе, лечении, экономике, а сколько об медицинской технике. Ведь чтобы победить в войне с вирусом, у стран должна быть самая передавая медицинская техника. Но что более, еще более важно, она должна быть надежна. И что еще более важно, медтехника должна быть адаптирована под разные системы электрооборудования разных стран. И что же мы видим? А то, что от российской медтехники больше еда, чем пользы, она калечит людей. И это подтвердило ЧП в больнице Санкт-Петербурга, когда один из ИВЛ-ов, аппарат фискосвенной вентиляции легких, вышел из строя и стал причиной возгорания целой зараженной коронавирусом больницы. Вирус из этой больницы вырвался на свободу. прибавьте к этому обычные для пожаров симптомы уголовного газа и дыма. И этим все дышали больные несколько часов. А теперь представьте, что таких аппаратов, которые вызывают пожары и короткие задыхания, сотни, десятки тысяч. и больницы будут вспыхивать, как спички. Будут десятки очагов пожаров и вспышек коронавируса, не говоря уж об углазе жизни для больных и сотрудников больниц из-за внимания российского оборудования же. Ну и об каком этом самом можно говорить суверенитете России, когда Россия вынуждена закупать медоборудование за границей, потому что российское медоборудование приводит к пожарам. Поэтому в нормальных странах типа США после того, как было установлено, что аппараты ИВЛ из России послужили возгоранию полиции в самой же России в США решили избавиться от российских аппаратов, дабы угрозы пожаров в самих штатах было меньше. Эти самые аппараты ИВЛ из России не смогли даже адаптировать под электросеть США в 110 вольт. Это не говорит о том, что российские аппараты ИВЛ плохи. Но вы же не станете держать у себя леворульную машину при правостороннем движении. Так и здесь не смогла российская фирма АВЕНТО М адаптировать аппараты ИВЛ под американскую электросеть, а даже и возможно в российских аппаратах и другие дефекты, раз уж наши инженеры не смогли адаптировать аппараты ИВЛ под американскую сеть. И возможно в них заложены другие дефекты, о которых мы не знаем. А значит российские аппараты ИВЛ ненадежны и поэтому правильно сделали американцы, что решили от них отказаться в самый разгар пандемии и эпидемии. Но в США тоже недолгие сидят. Они разобрали эти ИВЛ посмотрели и поняли что такие говноаппараты из говностраны под названием мастей им не нужны. Дальше нам всем интересно а кто же производит такие надежные аппараты которые служат причиной возгорания а их производит уральский приборостроительный завод который входит в Рустех Чебзова у которого есть двух этажная квартира в здании гостиницы Москве прямо у Кремля и которая ему обходится 5 миллиардов рублей в год. Не трудно догадаться что им настолько стоит закупка качественных то есть стоит закупка МВЛ в бюджет Петербурга и с этих МВЛ Чебзов имеет некачественных товар на свою квартиру в гостинице с видом на Кремль. Почему так важна борьба с коррупцией и так важны люди которые с ней борются как например Алексей Навальный да потому что коррупция служит причиной смерти людей от некачественного оборудования и причиной позора России абсолютного позора России перед США которые отказались от российского оборудования и поступили мудро и правильно в отличие от России интересно да сколько же я уже доболтал до 50 минут отлично российские школы после открытия будут работать по новому помните да как гласил нам плакат Порошенко в 2017 году жить по-новому вот так по-новому будет жить среднестатистическая школа из России Роспотребт отзор как всегда без согласования с министерством просвещения то есть с профильным министерством обубликовал рекомендации обязательных к исполнению во всех российских школах с 1 сентября 2020 года во первых будет пересмотрено время начала уроков чтобы избежать скопления учащихся на переменах в коридоре например первый урок у 10 класса будет начинаться 8 а у 11 8 30 то есть не будет привычно больше 2 а где-то 3 смен при входе в колу каждый обязан будет обрабатывать руки специальным антибактериальным раствором еще предполагается также закрепить за каждым классом кабинет и использовать и исключить общение школьников друг с другом до переменки и их прогулок по школе правильно чтобы дети разносили разнесли свой класс в пух и прах ведь что обычно делают дети на переменках правильно бегают хотя сейчас все взлупляются в социальные сети а сейчас они будут позорить глаза учителя при этом на всех кабинетах может и не хватить и как вообще нормально проводить физику или химию в кабинетах например русского языка или труд в кабинете математики непонятно зато физкультура теперь будет строго на улице до открытого воздуха что конечно же полезно для детей а особенно учителей да и вообще всех сотрудников заставят наделать маски и перчатки в школах но самое страшное в этих рекомендациях у вас потребно отзора это по возможности сократить число обучающихся в классе то есть был условно 1 9 а а станет 2 9 а потому что этот класс поделит пополам и возрастет там узко на участие или что двоечники будут в классе учиться а отличники онлайн или наоборот пока непонятно и неясно а то теперь первая смена может начинаться в 7 30 чтобы следующие классы уложились приходя в школу в отведенное время и сейчас стонут от онлайн образования мою учитель начальника классов чуть не уволили из-за того что не может разобраться в этих самых таблицах и в зубе видеосвязи для конференций хотя это не ее обязанность и действительно комсомольская правда задается вопросом как учителя будут вести уроки если за дверями класса будут бегать ребята у которых в этот момент будет перемен в результате получается из класса какая-то операционная что ли это самый настоящий пред роспотребнадзора и лично поповой помимо переметы дети еще встречаются друг с другом в раздевалках и в туалетах как с этим справляться то интересно а придется какой геморрой а какой геморрой а представьте какой геморрой заучей будет это как нужно так создать расписание чтобы каждый класс каждый класс учился в разное время и чтобы еще кабинетов на всех хватило геморрой Увы, в Роспотребнадзоре работают одни идиоты. Кови-идиоты. Поэтому-то Россия на втором месте по заболеваемости коронавирусом. А ведь догонят и перегонят, скорее всего, Америку. Их жалко детей. Их никто не спасет от коронавируса. Сейчас уже, кстати говоря, боевые-то американцами новая болезнь. Как раз какая-то сыпь от коронавируса. Если ребенок заражается коронавирусом, то у него на теле появляется какая-то сыпь. Это просто вообще жуть. Ну, а у нас заботится больше не о здоровьях детей, а о переменах и переменках в школах. Просто какая-то профнепригодность вопиющая. Учителя уже сдолбались выполнять тупые приказы тупого Роспотребнадзора, который не может справиться с эпидемией. Идем дальше. Идем вдруг, идем. В Национальном родительском комитете, а если такой, и странно, что он не занимается как раз таки новыми школьными правилами от Роспотребнадзора, которые будут введены с 1 сентября в России. Так вот, Национальный родительский комитет предложил ввести в Россию специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты масок и перчаток до окончания эпидемии коронавируса. Почему бы их просто не раздать бесплатно? Мы все прекрасно знаем почему. Чтобы наживаться либо на продаже масок и перчаток, либо на штрафе за их неиспользование гражданами. Да, ходит до смешного, когда нельзя зайти в магазин, где продают эти маски и перчатки без этих самых масок и перчаток. Где же их тогда взять, а? Непонятно, если в магазинах, где их продают, без них нельзя. Непонятно, где их взять. Вот в Москве уже автоматы для раздачи масок в метро поставили. Но тоже не за просто так. А за фашиковные. Их раздают. То есть за деньги. Председатель как бы главного родительского комитета страны Ирина Волынец. Ирина Волынец сделала открытие, что во многих регионах вводится то масочный режим, нарушение которого грозит штраф, то еще какой-то режим. И она, как наивный человек, обратилась в правительство. Но куда же еще? Ведь Путин занят и попросила спецпоек для тех граждан, кто не может самостоятельно купить маски и перчатки. А таких много. Этот денежный паек должен рассчитываться из формулы одна маска в день. Да-да, если вы купили одну маску и щекаряете в ней целый месяц, то спешу вас огорчить, что маску надо менять время от времени через два часа. Это советуют врачи. Мне вот интересно, как это проверяют. Полиция, чтобы у гражданина была не просто маска, а как бы свежая маска. А то грош цена этой маски будет. Ясное дело, что никак не проверяет полиция, новая ли у вас маска или нет. Да, и невозможно отличить свежую маску от той, которую вы носите целую неделю или месяц, если только она у вас не испачкана. Что ж, до инициативы Ирины Волнец, то предполагается, что такое пособие будет выплачиваться раз в месяц на все антибактериальные средства. Но в правительстве пока ответили отказом. Правильно, им надо зарабатывать на пандемии. Однако люди на полном серьезе, заботясь о своем здоровье, уже берут маски в кредит. Да, это же ужас брать маски в кредит, но это есть в России. Что творится, не в сказке описать, не пирог чертнуть. Да, у банков. Да, кстати, и не сказано, какие именно перчатки можно носить. Вполне себе можно носить замшевые или шерстяные. А то и вообще фарюшки, не опасаясь штрафа. А что же касается медицинских перчаток, то карантина ясная. И карантин ясен тоже. Пол ясен красен. Полгода назад они стоили в среднем 10 рублей за штуку. А сейчас 7,50 рублей. Так что инициатива Ирины внец важная и нужная. Не дойдет ли она до правительства? Большой вопрос. Вопрос также. А куда утилизировать эти маски и перчатки? А это хорошо, что есть специальный для этого контейнер во дворе дома. А ну теперь выточка во двор. И если такой контейнер нету, это что же получается? Зараженные коронавирусом маски и перчатки попадут на самую обычную свалку. И там будут разносить заразу по округе. И по мусоркам. Так что нужно пособие получается... Так что еще не получается, нужно пособие для мусорщикам. Для закупки этих самых контейнеров. Но на всех пособия, как известно, не хватает. И что же делать пока не знает никто с эпидемией. Да и ученые до сих пор спорят, помогает ли маска от вируса или нет. Но у всех уже обязали носить маски. И меня в том числе. И сейчас я вам покажу... Маску. Минуточку. Так. Надеваю маску. И сейчас я вам покажу свою маску. Так. Вот. Ну, этот экран можно закрыть. А, нет. Вот этот закрыть. Вот. Вот маска. Вот мою маску. Вот обязали носить, а? Обязали носить маску. А носит, как носит кондукторы в общественном транспорте у меня в городе. А они носят ее вот так вот. Потому что... Дышать как-то надо свободно. А маска преграждает дыхательные пути. Но ведь это же разносит коронавирус. Ну все, возвращаемся назад. И вот такая вот получается хренотень. Ну что ж. Спасибо за внимание. Это были вести недели в маске. Пока. И, конечно же, не болейте.